Саламат Сторма, лекция 10 по предмету взаимодействия в виде транспорта. Морской транспорт, его особенности и основные показатели. В морской транспорте Республики Казахстан находится в стадии остановления, но на него возлагаются большие надежды в связи с формированием новых транспортных коридоров, включением транспортных систем в стране логистических модулей. Обычный морской транспорт выполняет следующие три функции. Он обеспечивает морские международные связи с страной. Морской транспорт удовлетворяет потребности внутри страны к оботажному плаванию. Морской транспорт выполняет перевозки грузов иностранных фростоватами. Преимущество морского транспорта заключается в следующем практически неограничении его линейной пропускной способности, что позволяет проектировать и строить транспортные средства большой грузоподъемности, что нереально для других видов транспорта. Ограничивает пропускную способность в портах, каналии и другие искусственные сооружения назначают удельный расход топлива и затрат энергии на единицу перевозок. Так как на водном транспорте сопротивление движения значительно меньше, чем на слухопутных видах транспорта. Перевозки морским транспортом международным сообщения выполняются основном на дальние и сверхдальние расстояния. В связи с этим средняя дальность перевозок груз составляет 3567 км, что намного выше, чем на других видах транспорта. Отсюда более низкая по сравнению с другими видами транспорта себестоимость перевозок. К недостаткам морского транспорта можно отнести в зависимости от географических особенностей и метеоусловий. Значительнее капиталово вложение в портовое хозяйство и транспортный флот. Рейс судна. Время затрачиваемое судно от начала погрузки в порту в отправлении до остановки судна под новую подгрузку. Продолжительность рейса. Судно включает в себе ходовое и стояночное время. Ходовое время зависит от протяженности рейса и скорости хода судна стояночнее от производительности погрузки разрушенных средств, а также уровень организации обслуживания судна в портах. Различают простые, сложные и круговые рейсы. При перевозке грузов или пассажиров между двумя портами рейс судна называют простым. При перевозке грузов между несколькими портами, в каждом из которых производится погрузка или выгрузка, рейс называют сложным. Если судно перевозит груз между двумя или несколькими портами и возвращается в порт первоначального отправления, то такой рейс называют круговик. Внутренний водный транспорт, его особенности основные показатели. Внутренний водный транспорт или как его иногда называют речной транспорт, исторически занимает одна из ведущих мест в обслуживании крупных промышленных центров речных районов. Глубоковидные внутренние водные пути обладают большой провозной способностью. Их можно сравнить с многопутными железными дорогами. И они приспособлены к массовым перевозкам грузов и пассажиров. Перевозка некоторых грузов речным транспортом по магистральным внутренним водным путям обходится в 2-3 раза дешевле, чем по параллельным железным дорогам. Поскольку внутренние водные пути являются в основном естественными, то при организации судоходства требуется значительно меньше первоначального вложения на 1 км пути, чем постройку железной или автомобильной дорогой равной пропускной способности. Удильные затраты энергии на речном транспорте значительно ниже, чем на свободных видах транспорта, в виду малого сопротивления движения судов. Эта особенность присуща в одном транспорту в целом. Скорость доставки грузов речным транспортом, как правило, ниже по сравнению с другими видами транспорта. Так, если скорость доставки грузов вечными поездом принят за 100%, то скорость доставки речным транспортом составляет 60-70%. Автомобильным международным сообщением 100-200%, трубопроводным 40-50%, а воздушным 150-30%. Однако самоходное судно иногда заставляет грузы с такой же скоростью, что и по железной дороге. К недостаткам речного транспорта следует отнести сезонный характер, ограниченность погодными условиями, а иногда время и суток. Параллельным навигациям, благодаря применению ледокольного флота, в некоторых случаях повышает эффективность речного транспорта. В межнавигационный период, когда прекращается перевозка, много партий продолжает работу. Кооперация с железнодорожным и авиа-автомобильным транспортом. Кооперативные работы состоят в использовании складов, средств механизации, перегрузочных работ, причалов, подъездных и внутренних портовых путей для перегрузки и хранения грузов, прибывающих в порт сухопутными видами транспорта. К погрузным и разрушенным работ относятся все выполняемые средства портов на грузовых причалах и складах работы, связанные с перегрузкой грузов, перевозимых речным транспортом. Сюда входят портовые и внепортовые работы, а также перегрузка нефтеналивных грузов, нефтеперерабатывающими станциями. Ковнепортовым относятся хозяйственные работы порта, а также работы, выполняемые для других организаций в целых, сохраняя постоянных кадров рабочих и более полного использования основных фондов. Объем погрузных и разрушенных работ планируют и учитывают физических тонн и тонн операций. Объем погрузных и разрушенных работ в физических тоннах соответствует грузообороту порта за обидчатым суммарной массой, отправленных с причалов клиентуры и поступивших на эти причалы в порт лесных грузов плотах. Тонна операции – это перемещение 1-тонна груза по определенному варианту погрузочных и разгрузочных работ. Вариантом называется завершенное перемещение грузов, независимо от расстояния. При определении объема перегрузочных работ в тоннах операциях учитывая любые работы, связанные с перемещением 1-тонна груза в порту. По следующим вариантам – транспорт-склад, склад-транспорт, транспорт-транспорт, склад-склад. Внутрискладские перемещения выполняемые не в процессе перемещения, а по отдельным нарядам. Спасибо.